Привет, дорогие мои друзья! Судя по прошлому видео, с проектором вам эта тема очень понравилась, поэтому я решил её развивать дальше на канале и заказал проектор для построения домашнего кинотеатра. Пришёл этот проектор из магазина Light in the Box, поэтому давайте откроем и посмотрим, что там внутри. Невероятно красивая штуковина круглой формы. Смотрите, как дорого и прикольно выглядит. Офигеть просто! Здесь у нас по периметру находятся динамики, зум скрыт пластмассовой крышечкой, а с задней стороны у нас два USB порта, разъём AV, HDMI, Ethernet. Прорезь похожа на CD-ROOM, но это не так. Это вентиляционное отверстие, сверху у нас есть кнопочка включения. С задней стороны имеется вентилятор, который скрыт пылезащитной решёткой, а также мощный алюминиевый радиатор. Вес этого проектора всего лишь полтора килограмма. Маленький, лёгкий, красивый. И давайте оторвём плёночку, которая скрывается у красоты в верхней панели. У нас с вами здесь ещё целая коробка комплектующих. Уберём пока в проектор встроеночку и посмотрим, что лежит в упаковке. Здесь чёрная коробочка. Инструкции. Ну, так как проектор китайский, инструкция здесь тоже на китайском языке. Далее у нас идёт крепление. Крещится это очень классно. У меня есть идеи по применению. Об этом поговорим чуть позже. Здесь в чёрной коробочке находится провод для подключения питания с китайской вилочкой. Адаптер. Адаптер на 19 вольт и ток 4,7 ампера. И последнее, что здесь есть, это пульт дистанционного управления. Вау, пульт просто невероятно крутой. Смотрите, офигеть. Дизайн прульта просто супер. Установил проектор. Сейчас он выключен. И хочу сказать, что в выключенном состоянии этот проектор может работать как самостоятельная блютуз-колонка. Подключил его сейчас к смартфону. Называется он GM GO G1. И, кстати, хочу вам сразу же показать, что пришёл к нам смартфон OnePlus 3. Сейчас я им пользуюсь и скоро сделаю на него обзор. Подключаем смарт-проектор, запускаем и можем слушать музыку. Громкость здесь регулируется самого смартфона. Надо сказать, что это самая громкая блютуз-колонка из всех, которую мне доводилось слышать. Очень мощные динамики у проектора. Находятся они по кругу, их в проекторе 4 штуки и все они одновременно играют. Также музыкой можно управлять при помощи пульта. Центр это у нас плей-пауза. Сейчас поставил на паузу, нажимаем вверх, это следующий трек. Вниз это начало трека, а два раза вниз это предыдущий трек. При помощи вот этого колёсика можно регулировать громкость проектора, но в режиме блютуз-колонки эта функция недоступна. Давайте сразу же рассмотрим все остальные кнопочки. Кнопочка 3D включает режим 3D, то есть к этому проектору можно купить отдельно 3D очки. Включение-выключение, кнопочка муть, кнопочка назад, кнопочка домой. Этой кнопочкой вызывается меню. Здесь у нас кнопочка микрофона. Это тоже кнопочка в меню относится. В посерединке кнопочка включает режим мыши. То есть мы можем активировать режим мыши. То есть куда мы направим пульт, там у нас будет находиться указатель мыши. Очень удобно. А нижними двумя кнопочками мы можем осуществлять фокусировку проектора. То есть привод линзы там электрический и вот этими кнопочками мы можем этот привод вращать. Кстати, для тех, кому не терпится увидеть вторую часть построения 3D принтера, хочу сказать, что еще не все посылки пришли. Еще не пришли моторы, но скоро, я думаю, уже скоро все придет и мы с вами продолжим. Сейчас в комнате горит свет. Давайте включим проектор. Зашумел в нем вентилятор. Проектор включился. Кстати говоря, вентилятор здесь очень слабо шумит. И вот так вот даже при свете мы с вами можем видеть картинку. Но без света его видно лучше, поэтому давайте выключим свет и посмотрим на этот проектор во всей красе. Сейчас на улице еще не очень темно, вечер, но тем не менее уже хорошо все достаточно видно. Вот активирован режим мышки. Значит, отойду вот так вот, чтобы меня не было видно. Включив проектор, мы видим вот такое вот меню. Здесь мы можем добавить пользователя, залогиниться, либо зайти как неизвестный пользователь. Что мы и сделаем. То есть это у нас китайская регистрация, которая нам не нужна для того, чтобы оплачивать покупки 3D-фильмов, обычных фильмов, игры разные, карлоки. В общем, это все работает через китайскую регистрацию. Но нас с вами это не интересует. Далее у нас идут настройки. Я по-китайски ничего не понимаю, но нам здесь, в общем-то, и не нужно ничего понимать. Здесь все понятно по значкам. Вот это вот у нас Wi-Fi. Следующая функция, это функция настройки картинки. То есть здесь мы можем настроить яркость. Кстати, вот яркость сейчас стоит не максимальная. Мы можем ее добавить, но я это не стал делать, потому что проектор и так очень яркий. Кстати, вы вот сейчас видите мерцание. На самом деле никакого мерцания нет. Это просто не совпадает герцовка камеры и проектора. Дальше соотношение сторон. Здесь мы можем увеличить, уменьшить картинку. Следующее мы можем повернуть, как бы вот так вот дисплей. Здесь мы можем перевернуть изображение к верх ногами. То есть это нужно на тот случай, если проектор у вас будет висеть на потолке, например. Вот так вот нажимаем, и изображение переворачивается. И следующая, последняя функция, это зеркалирование. То есть мы можем отзеркалить изображение. Дальше у нас идет звук. Здесь мы можем как раз-таки выключить и включить режим Bluetooth-колонки. Дальше у нас идет выбор языка. Доступен только китайский язык на этой прошивке, но это не самое страшное. Есть небольшая хитрость, чтобы у нас хотя бы отображались русские буквы. Я покажу вам, как это сделать. И последнее. Здесь мы можем обновить прошивку, проверить ее в интернете, либо скачать с флешки. Дальше у нас кнопочка выключения. Выключить, выключить по времени. И последнее. Это у нас кулер. Кулер может работать в 5 режимах. А также можно выбрать автоматический режим его включения. То есть из всего вот этого китайского меню нам с вами более-менее нужна вот эта вот вкладочка с настройками. Все остальное здесь лишнее, как вы понимаете. Очень точно так же, как вот эти все цветные иконочки, нас интересует только вот эта вкладка. На сайте FOPDA есть целая тема про этот проектор. И в том числе там сказано, как установить сюда Play Market. То есть изначально здесь Play Market нет, но проектор работает на Android. И Play Market мы с вами можем установить. Я это уже сделал. Подробно объяснять, как это делать сейчас я не буду. Мы лишь краской объяснить, что нужно установить Kingroot. Сделать режим суперпользователя. Потом установить вот эту вот программу Home Location и через нее выбрать русский язык. Далее при помощи Proxy Root Explorer переносим файлы, которые нужно скачать с сайта FOPDA. В системную папку проектора. Все, на этом настройка Play Market завершена. То есть из Play Market вы можете устанавливать сюда любые приложения. Все замечательно работает. Давайте зайдем в Play Market и установим, к примеру, какую программу. Например, давайте выберем и установим Speed Test. Выбираем Speed Test. Нажимаем установить. Принять. То есть все как обычно. Установили, открываем. И заодно давайте проверим скорость соединения по Wi-Fi. Почти 50 Мбит. Скорость отдачи выше. Я смотрел напрямую с сетевого хранилища. У меня есть вот такая вот программа Xiaomi. То есть при помощи этой проекции я могу зайти на свое сетевое хранилище. Запускаю программу. Закажу в папочку Download. И все фильмы, которые я скачал на сетевое хранилище, здесь доступны. Давайте для примера открою фильм. Книга джунглей. На камеру непонятно. Да еще и полотна у меня нет. Но поверьте, что качество картинки здесь просто суперское. Этот проектор идеально подходит для построения домашнего кинотеатра. Ты сказал, они не жаль. А это что такое? Как же тебя угораздило. О, видно носомок нарвался. Ха, я принял их за самцов. При помощи стандартного крепления из комплекта мы можем установить этот проектор на трипод. То есть вот так вот все собираем, прикручиваем пятачок от штатива и устанавливаем направлением вверх. Ставим штатив как можно ниже и как можно ближе к дивану. Теперь, благодаря такой установке, мы с вами можем лежать на диване и смотреть в потолок любимое кино. Сейчас на улице потемнело и включен один проектор. Очень ярко стало в комнате. Смотрите сами. То есть один вот лишь проектор освещает всю комнату. На потолке появилась очень большая картинка. Ее, конечно же, нужно перевернуть. Заходим в настроечки. Вот сюда вот. И переворачиваем картинку кверх ногами. Теперь ложимся на диван. И вот таким вот образом, не напрягая шею, мы можем смотреть любимые фильмы. Кстати, при таком расположении, проектор нагревается не сильно. То есть он практически не нагревается, потому что радиатор находится вот здесь, вот в верхней части. И все тепло, как известно, идет вверх. То есть при таком расположении, вентилятор проектора работает на минимальных оборотах. Я не могу вам словами передать всю яркость, сочность и красоту картинки, которую выдает этот проектор. Но, поверьте, это просто шок. Когда я его включил первый раз, я реально, я просто офигел. Это вскарабкаться вверх той штуковине, которая издает такой странный звук и принести ее. Кино, так же, как и мультики, работает тоже очень классно. Никакого мерцания нету, если смотришь реальным глазом. Мерцание передается лишь на камеру. Вот так вот лег я прямо под картинку. Так вам, наверное, лучше видно качество. Поверьте, оно очень крутое. Если выбирать в одном ценовом сегменте между этим проектором и телевизором за эту же стоимость, то я бы, конечно же, выбрал такой проектор. Наличие операционной системы Android позволяет устанавливать сюда любые приложения для просмотров фильмов и телевидения. К примеру, можно смотреть каналы онлайн. Давайте что-нибудь запустим. Очень одна из первых христианских церквей открытых для куб. И, как вы видите, все точно так же отлично и замечательно работает. Вот такой вот проектор, дорогие мои друзья. Если вам нравится, поднимайте пальцы вверх. В покупке я вам его очень рекомендую. Ссылку оставлю в описании. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам, как обычно, добра, удачи, море позитива. С вами был Александр. Пока-пока. Насталось запаять все остальные выводы. Так вот должна выглядеть плата, которая будет выжигаться гравером. То есть загружаем ее сюда и отправляем на гравер. Я это уже сделал. После того, как гравер подготовлен, мы берем и подготавливаем наш кусочек текстолита. То есть зашкуриваем. Спасибо.